Марина Кравец – яркая актриса, талантливая певица и успешная ведущая, одаренная тонким чувством юмора и мощной харизмой. На протяжении многих лет она является единственной женщиной-резидентом Comedy Club и вполне комфортно чувствует себя в брутальной компании острых на язык и не стесняющихся в выражениях комиков и стендаперов. Но перед тем, как мы начнем, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайк и запостите видео в соцсетях. Далее мы расскажем, как живет Марина Кравец и сколько она зарабатывает. Родилась Марина 18 мая 1984 года в Санкт-Петербурге. Родители никакого отношения к миру искусства или шоу-бизнеса не имели. Папа трудился слесарем, мама – бухгалтером на предприятии. На момент появления будущей знаменитости на свет в семье уже подрастали двое сыновей. Своим необычным разрезом глаз, ярко выраженными скулами и черными, как смоль волосами, она обязана русским, украинским, еврейским и якутским корням, которые затейливо переплелись в ее генеалогическом древе. По материнской линии у Марины якутские корни, а по отцу – еврейские. Артистические способности девочки проявились очень рано. Петь и танцевать она начала сразу же, как научилась ходить и говорить. Когда Марина подросла, родители решили отдать дочь в музыкальную школу, но в близлежащей школе группы были уже укомплектованы, а другие учебные заведения находились слишком далеко от дома. Поэтому будущей звезде пришлось ходить на частные уроки к преподавателю вокала, который попутно давал ей уроки игры на фортепиано. Окончила Марина гимназию номер 524. Как говорила о себе Марина, она стопроцентный гуманитарий, ей всегда нравились история, литература, русский язык. Литература и русский язык, по ее словам, помогли сформировать определенный кругозор, получить некоторые моральные ориентиры и привили желание следовать нормам родного языка. В старших классах Кравец активно играла в КВН, также писала сценарии. После получения диплома о среднем образовании поступила на филологический факультет Санкт-Петербургского государственного университета. Там стала участницей факультетской команды КВН «Простафилы» из первой лиги. В команде Марина Кравец оказалась в 2007 году. Играть ее пригласила однокурсница, а потом и певица Женя Кобич. На сцене девушка чувствовала себя в своей тарелке. Команда часто выезжала на различные фестивали, побывала и в Сочи, например, Лиге КВН. Однажды команда даже попала на экраны с удачной пародией на передачу «Своя игра», но лидерских позиций «Простафилам» занять не удалось. Команда распалась, но Кравец не ушла из КВН. Периодически она выступала с музыкальными номерами за другие питерские команды. Марина уже не могла жить без творчества и сцены. Любовь к пению и музыке вылилась в работу в нескольких музыкальных коллективах. Девушка солировала в группах NotNet, Mary eBand и NeStroyBand. Некоторые песни в исполнении Кравец превратились в хиты – это «Хоп, мусорок», «Богиня дискотеки» и «Секса не будет». На некоторые композиции появились клипы. Однажды Игорь Мейерсон, Элвис, предложил музыкантам выступить с песней в популярном шоу Comedy Club. Неожиданно для всех новые артисты получили теплый прием. Для Марины участие в шоу имело особое значение. Она познакомилась с продюсером коллектива «Воровайки» Юрием Алмазовым. Вскоре биография Кравец обогатилась новыми яркими страницами. В 2011-м певица была приглашена на юбилейный концерт группы «Город 312». Затем исполнила дуэт «Падали» с солистом популярной группы Ума Турман Сергеем Крестовским. Вскоре появился клип, записанный вместе с диджей Смэш на песню «Нефть». Еще в 2007 году популярную исполнительницу пригласили на Радио Рокс в качестве ведущей утреннего шоу «Полный вперед». Но спустя 4 года девушка решается на переезд в Москву. Здесь она получила место ведущей ночного шоу «Первый отряд» на Радио Маяк. Компанию в эфире ей составили Михаил Фишер и Николай Сердотецкий. А поздней осенью 2012-го они всем отрядом перебрались на новое Comedy Radio. Вскоре перспективная артистка получила предложение от Натальи Ебрикян на съемки в нескольких выпусках Comedy Woman, тогда еще Made in Woman. Затем Кравец засветилась в эфире Comedy Club. С этого момента Марина считается резидентом проекта. Ее постоянными партнерами по шоу стали Андрей Аверин, Дмитрий Сорокин, Зураб Матуа, Демис Корибидис, Гарик Харламов. Появилась Кравец и в кино. В 2012-м она сыграла заметную роль в фильме «Супер Олег», а в 2014-м вместе с Алексеем Воробьевым, Пелагей и Вадимом Галыгиным работала над озвучиванием персонажей мультфильма «Махни крылом». С мая 2014-го Марина работает телеведущей утреннего шоу на канале ТНТ, а в 2015-м состоялся ее дебют в еще одном развлекательном проекте – третьем сезоне «Один в один», что выходил на канале Россия 1. Артистка дошла до финала и заняла пятое место. В том же году Кравец заменила Наргиз Закирову, став на время телеведущей передачи «Главная сцена». Популярность Марины подтверждает и ее участие в других проектах, не связанных с юмористической «Альма Матер». Так артистка стала телеведущей кулинарного развлекательного шоу «Большой завтрак». Вместе с коллегами выступила на фестивале ВК-фест, который состоялся в Санкт-Петербурге. Также мало кто знает, что голосом Марины говорят персонажи нескольких мультфильмов – «Махни крылом», «Кролик Питер», а также одна из героинь комедии «Жених» с Сергеем Светлаковым в главной роли. В августе 2018 года на канале ТНТ стартовало реалити-шоу «Замуж за Бузову» – женская версия популярного проекта «Холостяк». В нем певица и ведущая проекта «Дом-2» рассчитывала встретить своего суженого, а помочь ей в этом должна была наша героиня. Первая попытка не увенчалась успехом. Денис Лебедев не оправдал надежды Бузовой, поэтому было решено снять второй сезон под названием «План Б». Успех проекта во многом был обусловлен и участием Марины Кравиц как телеведущей. Судя по отзывам зрителей, она внесла в него нотку легкости и юмора. Финальная серия вышла в канун нового 2020 года, и после этого наша героиня пропала с экранов. Уже через несколько месяцев стала ясна причина ее отсутствия – звезда Comedy Club впервые стала мамой. Со своим мужем Аркадием Вадаховым Марина познакомилась в студенческие годы. Они оба учились на филологическом факультете, вместе участвовали в команде КВН «Простафилы». Личная жизнь актрисы складывалась гладко. Первое время пара жила в гражданском браке. Переезд в столицу стал большим испытанием для влюбленных, но Марина и Аркадий преодолели трудности. В 2013 году они сыграли небольшую свадьбу, продолжали работать, не покладая рук. Вадахов выступает креативным продюсером в компании Comedy Club Production. 9 апреля 2020 года супруги впервые стали родителями. Марина Кравец родила дочь. Артистка рассказала, что радостное событие ожидалось немного позднее, но подобный сюрприз ничуть не расстроил счастливых родителей. Марину и Аркадия по-прежнему соединяет творческая работа. Кравец считает мужа безупречным партнером, на сильное плечо которого всегда можно опереться. Вадахов взял на себя функцию лидера в семье. Если возникают какие-то трудности и проблемы, решает их самостоятельно, не втягивая жену. Кравец считает, что нашла того самого мужчину, про которого говорят как за каменной стеной. Муж не ревнует Марину к коллегам по юмористическому цеху, совершенно спокойно относится к ее известности. Аркадий устраивает роль надежного тыла для знаменитой жены. Супруги хотят родить еще ребенка. Аркадий мечтает о двух малышах, но вторая беременность пока в планах. Марина хочет подождать 2-3 года, чтобы направлять все внимание на дочку, у которой сейчас самый активный период развития. Артистка полагает, что вторая беременность будет протекать легче первой. Думаю, всем любопытно, сколько зарабатывает Марина Кравец. Выступать в камеде Марина начала гораздо раньше, чем вышла замуж. Тем самым мы можем полагать, что она начала обеспечивать себя полностью сама. Из чего же складывается заработок такой скромной актрисы? У Марины Кравец есть свое авторское кулинарное шоу на телеканале ТНТ «Большой завтрак» производства Comedy Club Production. За ведение своего шоу Марина в среднем получает 300 тысяч рублей за один съемочный день, что в среднем выходит порядка 2 миллионов за месяц по количеству выпусков. Марина получает гонорары за выступления в камеде за участие в каждом выпуске. В среднем годовая заработная плата резидента камеди составляет 1 миллион долларов в год с учетом всех выступлений. Марина выступает в музыкальном трио на корпоративах. Цена за выступление будет стоить вам 2 миллиона рублей за троих. Частное выступление Марины стоит 700 тысяч рублей за вечер. Также Марина зарабатывает рекламой в своих социальных сетях. В среднем пост обходится в 200 тысяч рублей. Доход можно определить по количеству постов в инсте. Друзья, если вам понравилось наше видео, но вы еще не подписались на нас, то подписывайтесь прямо сейчас и запостите видео в соцсетях. В следующих выпусках будет много интересного. До скорых встреч!